В Тель-Авиве жизнь входит в прежнее русло после обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном. Конфликт разгорелся в ночь на четверг. По данным израильских военных, иранские силы Аль-Кутс, дислоцирующиеся в Сирии, выпустили 20 реактивных снарядов по позициям Цахал на голландских высотах. Некоторые ракеты не долетели до цели, другие перехватила система ПВО «Железный купол». Позже израильские ВВС нанесли ответный удар по военным объектам в Сирии. «Конечно, это вызывает беспокойство. И меня беспокоит не только Иран, но и то, что происходит в Иерусалиме и, конечно же, в Газе. Я тоже служил в армии и сейчас нахожусь в запасе. Я понимаю, что эта ситуация тяжёлая для всех. Страха нет. Думаю, какие-то страны помогают Израилю и США поддерживают. Эта поддержка очень важна». По мнению экспертов, обмен ракетными ударами в худшем случае может привести к войне. «Произошедшее прошлой ночью стало переломным моментом в геополитике на шахматной доске Ближнего Востока. Это первая в истории атака Ирана против Израиля. И он ответил на неё громко и чётко. Это означает, что Израиль и Иран оказались в состоянии соперничества и войны». Право Израиля на ответный удар поддержали США. А генеральный секретарь ООН призвал Ирана-Израиль прекратить перестрелки в районе голландских высот. За деэскалацию конфликта также выступают Франция и Германия. Голландские высоты – спорная территория на Ближнем Востоке. С 1944 года они принадлежали Сирии. В 1967-м большую часть захватил Израиль. Совет безопасность ООН признал аннексию незаконной.